Правильно сделал, берега подальше. Ну а Нестеров в прошлом сезоне еще выступал за Слават Юлаев. Четыре набранных очка в сорока одной игре. Так. Все-таки будет драка и Панин на площадке. Панин там постромительно просто избивает. Артем Федоров на льду. Ему досталось. Панин, естественно, поехал мстить. Нельзя подобные вещи пропускать. Ну а нам нужен повтор. Ну вот ехал-ехал Федоров. Да, Кириллов-то очень жестко сыграл против Федорова. Закатывался на силовой прием. Естественно, потом Панин полез на Кириллова. Но в итоге под руку ему попался Костромитин. А Кириллов в данном случае избежал. Возмездие со стороны Панина. Главного забияки Славата Юлаева. Человека, который должен следить в том числе и за здоровьем своих лидеров. Артем Федоров таковым, безусловно, относится. 14 набранных очков в нынешнем сезоне. Игрок второго звена. Костромитин интересуется за что? Ну не знаю. Сейчас посмотрим. Так, ну вот. За атаку в голову Кириллова, я так понимаю, удаляют до конца матча. И тут уже, конечно, те самые 20 минут железные. Да, у Кириллова. Двойным малым штрафом наказан Костромитин. Ну и уже понятнее. Ну а Бабенко поехал отбывать штраф за партнера. За Кириллова. 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 Кириллова.